Слава Господу Когда и где можно Тебе молиться? Оказывается, что Господу можно молиться везде. И что интересно, Господь нас слышит. Господь слышит из самых высоких гор. Господь слышит самых, может, глубоких рвов. Даже, может, внизу океана, как однажды там был Иона, в очереве кита Господь слышал его молитву. Где-то в небесах, где-то в самолете, дома, в комнате, в автомобиле. Господь слышит нас. И у меня такой вопрос созрел. Господи, а как Тебя молиться? Стоя, на коленях. Я начал смотреть Слово Божие. И Слово Божие говорит, что люди молились Господу по-разному. Соломон однажды стоял перед народом Божьим. Он стоя молился Господу. Он благословлял народ, благословлял то место. Вы знаете, Даниил молился три раза в день. И написано, что он преклонял колени. Он молился на коленях, подобно, как мы часто молимся в наших служениях. Слово Божие говорит, что когда я вспоминаю тебя на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи. Я думаю, что можно и лежа на постели, но только здесь такое условие, в ночные стражи. Если мы среди белого дня легли помолиться, то как-то оно не совсем тактично. Другое место говорит, что Исидя. Но тоже такое здесь Иисус Христос сказал, что говоря о Хоразин и Вевсаиде, Он говорит, что отраднее им будет, и говорит, что они сидя во вретище и в пепле покаялись. Вот такое тоже условие во вретищах и в пепле, если сидя. Вы знаете, сегодня мы в доме молитвы. И я думаю, что в доме молитвы прилично, ну, стоя или на коленях молиться нашему Господу. Вы знаете, размышляя об этой теме, я вспомнил, когда я был в седном классе, и один из моих учителей позвал меня в коридор во время класса. Позвал еще одну русскую девчонку в коридор. И говорит нам, давайте мы сейчас помолимся Господу, потому что одна из учителей, она заболела раком. И я вспомнил, когда мне в седьмом классе, в таком возрасте, молодом, мне было неловко молиться в коридоре в школе. Он, видимо, ожидал, что мы люди русские, христиане, гонимые, что мы научены молиться, но, к сожалению, в моей жизни на тот момент оно как бы так не было. И моя молитва в тот момент, она, наверное, уподобилась той женщине, которая молилась, и только уста шевелились, а звука никакого не издавалось. Я помню, как я прикрыл свои глаза и молился с этим учителем, и с этой русской девчонкой, которая молилась громко и так звонко в коридоре за эту женщину, которая была больная раком. Мне было неудобно и неловко. Я думаю, Господи, ну в церкви я привык молиться, дома тоже иногда. Но в коридоре, в школе как-то вот не очень. Другой момент в моей жизни, когда мне было лет 16-17, когда Господь меня крестил Духом Святым. Я помню, один брат знакомый, он был старше меня на лет 10, наверное. Он заехал забрать меня на служение, и когда мы выехали, он говорит, молимся. Мне тоже было как-то неловко. Мы ехали по downtown Renton, и он молился, знаете, он воздевал, даже пытался руки во время молитвы. И мне казалось, что он даже иногда закрывал глаза, и мне как-то было неловко. Мне казалось, что все автомобили, все люди смотрят на нас. Но он молился. Вы знаете, с того момента прошло уже больше десятка лет, и я вспоминаю, думаю, Господи, уже не раз в своей жизни, когда я молился, тебе тоже в автомобиле. И там ты меня слышал, и там я переживал твое присутствие. Вы знаете, Господь слышит нашу молитву, где бы мы ни были. Не мог разницы, в каком месте мы находимся, в какое время. Но он хочет видеть наше сердце искренное, с покаянием перед ним. Наше открытое сердце и наши открытые уста перед ним. И он выходит к нам навстречу. Я благодарен за это Господу. Вы знаете, я хотел бы обратить внимание на один праздник или на одно служение, которое проходило в старозаветное время. Был такой день, называемый день искупления, или такое служение, когда первосвященник приносил жертву за народ израильский. И мы знаем, что в этот день он был особенный, что была особенная жертва. Что бралось два козла, бросалось о них жребий, и один из них приносился в жертву. Проливалась кровь, и происходил этот обряд. А другой из них отпускался в пустыню. Но перед тем, как он отпускался на голову этого козла, были возложены руки этого первосвященника. Были исповеданы грехи народа. И тогда он отпускался. Эти грехи, как бы символизически, они уходили. Они уходили из старого народа Божьего. Они уходили в пустыню, откуда они должны были вертаться. Но, знаете, перед всем этим обрядом должно произойти нечто очень важное. И если это не происходило, то наверняка весь этот обряд, он утерял бы силу. Перед тем, как приносили жертву этот козел, перед тем, как исповедовались эти грехи, первосвященник должен был принести жертву за себя. Он должен был принести жертву за свою семью. За своих детей. Вы знаете, часто в нашей жизни мы молимся за нужды, которые приходят в нашу жизнь. За нужды народа Божьего. За нужды наших родственников, братьев и сестер. За проблемы какие-то. Но очень важный аспект нашей молитвы – это покаяние. Перед тем, как мы начнем молиться за погибающую Африку, за погибающих моих друзей, за погибающих родственников, необходимо принести жертву за свою жизнь, за свои грехи, за моих детей, за мою жену, за меня. И потом идти дальше. Вы знаете, Слово Божье о Иисусе Христе говорит, что Он в одни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитву и моление могущему спасти Его от смерти, и услышан был за свое благовение. Иисус Христос с сильным воплем и со слезами. Иисус Христос в Своей молитве Он плакал. Вопрос, Господи Иисусе, за кого Ты плакал? Я думаю, Он плакал за Тебя и за меня. Он плакал, чтобы Он стал этой жертвой за Твои и за мои грехи. Сегодня порой в наших молитвах уже давно нету слез. Мы их стесняемся, как-то неловко, когда люди плачут. Иисус Христос, Он плакал за Тебя и за меня. Он не постеснялся. Он был опозорен. Он был пригвозден на этот крест. Вы знаете, это жертва искупления, которое совершалось в Старом Завете. Когда это животное, когда оно было принесено в жертву, когда этот первый священник входил за завесу, когда он окроплял этот ковчег, который там был, Завета, когда окроплял этой кровью этого животного. И эта кровь, она падала, капала на крышку этого ковчега. Вы знаете, это было символически. Символически тому, что кровь Иисуса Христа, она стала между Богом Отцом и между тем законом, который говорил, что мы виновны. Говорил, что мы недостойны. Говорил, что мы не способны были. Вы знаете, как-то в понедельник в нашем служении брат задал такой вопрос. И он говорит, что Иисус Христос, Его жертва спасла нас от кого? Не от чего, но от кого? И отвечая на этот вопрос, он сказал, от Бога. Она спасла от правосудия Божьего, от этого гнева Божьего, которого мы на себя привлекли, соделавшись грешными. Жертва Иисуса Христа, это та кровь, которая окроплялась на ту крышку этого ковчега, под которой лежал этот закон, скрыжали и закон. Вы знаете, Иисус Христос сегодня стал этой жертвой, чтобы спасти нас от Божьего гнева. И я благодарен Ему за это. Вы знаете, Слово Божье говорит, что «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». И другое место говорит, «Итак, умертвите земные члены ваши». Там перечисляется блуд, нечистоту, страсть и так далее. «За которых гнев Божий грядет на сынов противления». Вы знаете, жертва Иисуса Христа, пролитая кровь Иисуса Христа, это стала та жертва умилостивления, это стал тот день искупления, это стал тот праздничный день в нашей жизни, что Иисус Христос, Он освободил нас, Он очистил нас, Он дал нам свободу торжествовать в свободе, в прощенном и освобожденном состоянии, в победоносной жизни Иисуса Христа. Вы знаете, это животное, на которое возлагались грехи народа, это животное, которое выводилось или уходило туда, в пустыню, и там, видимо, оно пропадало и погибало, для того, чтобы оно не вернулось назад. Вы знаете, Иисус Христос, Он взял на Себя этот грех, Он взял на Себя наши немощи и наши болезни, Он вышел за стан, неся на Себе эти поругания, Он вышел туда и пострадал за нас, для того, чтобы сегодня ты и я имели победу в наших молитвах, имели победу в нашей жизни, имели победу жить этой жизнью, христианина, ходить во свете, как и Он во свете, и славить Его, и хвалить Его. Вы знаете, молитва, это то, что движет нами, как христианами, это то место, там, где мы получаем ответы на наши нужды, это тот момент, когда мы прикасаемся к святому святы, когда мы входим в Божье присутствие посредством молитвы, это то, что самое ценное в нашей жизни, и когда мы, может, потеряем здоровье, когда мы потеряем, может, способность стоять или склонять наши колени, когда, может, наше тело будет в боли, и когда мы даже потеряем до речи и не сможем говорить, мы все равно сможем молиться нашему Господу. Господь слышит и видит тебя, твое сердце, движение твоих мыслей, Он видит и знает. Молитва нашему Господу. Когда мы открываем Ему наше сердце, когда мы молимся и говорим, не только что наболело, не только что болит, вы знаете, меня потрясло, когда Господь обратил внимание на одно место Священного Писания. Это от Даниили. Написано, когда он узнал, что такой прыговор, что такое указание, что смерть тому, кто молится и просит, и обращается к Богу. Вы знаете, написано, что он пришел в свою комнату, в ту горницу, где были открытые окна. Он склонился к твоей колени, и что он начал делать? Он не только молился, он не только просил прощения, не только просил о помощи, но он начал славословить своего Господа. Даниил, разве ты не понимаешь, что угроза жизни? За что ты славословишь Господа? Жизнь твоя как бы в тупике, тебя стесняют эти сатрапы, эти враги твои, они кружили тебя. Они как стена давят тебя. Тебе тяжело и трудно, за что ты славословишь Господу? Даниил как будто бы не понимает, что окружает его опасность, как будто бы не видит трудности, но у него есть отношение с Богом. И он славословит Господу не потому, что трудно. Он славословит Господу не потому, что тяжело, не потому, что жизнь в опасности, но потому, что Бог в присутствии которого находится Даниил. Он славословит Господа, когда все вокруг может поменяться Это мгновение из царского престола в ров львины может за мгновение это все сделаться. Когда те люди, которые говорили, ты хороший, ты молодец, ты умный, ты один из самых главных, будут кидать тебя в ров со львами. Все может поменяться, но есть Бог, который не меняется. И поэтому Он Его славословит. Поэтому Он Его славит, когда все поколеблется. Когда горы изменятся и все поменяется. Господь, сущий на небесах, не меняется. И молитва Даниила, она наполнена славой и хвалой Богу. Сегодня в жизни христианина может быть трудности, может быть переживания, может дети ушли от Господа, может болезнь пришла в жизнь дитя или родителя, или родственники, отягоченные какой-то бедою. И со стороны кажется, нема за что славословить, нема за что славить. Но в присутствии Божьем открываются какие-то источники внутри нас, открываются наши уста, и против всяких обстоятельствах начинает литься славословие Богу, потому что Господь Он жив и достоин славы. И часто дьявол говорит, что Бог недостоин, потому что у тебя болит палец, у тебя проблемы, у тебя спина, у тебя дети, у тебя проблемы, работы нет. Вы знаете, войди в присутствие Господня, и это все помелькнет, это все станет на задний план, когда ты увидишь славу Божью. И твои уста против всяких обстоятельств, они начнут изливать славу Богу. И я благодарен Богу за молитву, что именно в молитве, не учась, именно в молитве, не заканчивая какие-то высокие, знаете, заведения, мы можем входить туда. И присутствие Божье, Дух Божий, Он начинает давать нам, что говорить. Он начинает учить нас, что делать. И в молитве мы начинаем говорить Господу. Вы знаете, не только мы говорим, но Господь, как приятно, когда не только мы говорим, но Господь, нечто скажет нам. Когда Господь нечто скажет нам в нашей молитве, вы знаете, я вспоминаю это в своих молитвах, в своей жизни, и может это не было много раз. Но вспоминаю, когда стоя с молитвы, когда заканчивая молитву, и получив от Господа, вы знаете, хотя бы одно слово. Одно слово, вы знаете, я вспоминаю одну молитву, когда я молился, и Господь мне сказал одно слово, это слово было превозмог. И ставшись молитвой, я до конца не мог понять, что это значит, но когда прошло несколько дней, и звонит моя мать и говорит, что покаялся твой брат, он там в тюрьме, но он покаялся. Прошло еще несколько дней, и звонит и говорит, что твой второй брат тоже покаялся, он поехал в реабилитационный центр. Вы знаете, я понял, что это слово пришло от Господа. И это одно слово, оно дало мне настолько силы и веры, что Господь силен и действен. Это одно слово, оно было настолько приятно. Это был настолько такой, как якорь, за который я схватился, и я сказал, Господи, ты превозмог. Я нашел это в Словом Божьем, где написано, что Он влек меня, и я увлечен, что Он превозмог, потому что Он сильнее меня. И я благодарен Господу, что Господь не только слышит нашу молитву, но Он еще нечто может сказать нам, когда мы Ему молимся. Слава Ему за это. Вы знаете, сегодня мы будем молиться. Сегодня мы будем молиться нашему Господу. И знаете, часто дьявол приносит нам страх. Страх перед молитвенными собраниями. Страх перед тем, что будет длинная молитва. Страх перед тем, что молитва это не для меня, и я не молитвенник. Я не знаю, что говорить Господу. Вы знаете, совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. Когда мы входим в присутствие Божье, потому что Бог есть любовь, оно выгоняет всякий страх. И страх перед молитвой, и страх перед присутствием Божьим, он уходит. Потому что Господь, Он есть благ. Потому что Господь, Он влечет тебя в свое присутствие. Потому что Господь, Он заждался, когда мы, как церковь, войдем в Его присутствие, и будем говорить Ему, и будем назидаться и слышать Слово от Него. Когда мы будем назидаться и питаться тем Словом, которое Он будет говорить в своем Святое Святых. Вы знаете, пусть Его имя, оно будет прославлено. Давайте мы сейчас, склонивши наши колени, просто возвысим наш голос Господу. Просто призовем Его имя. И если нам нужно раскаяться, если нужно осветиться, сделаем это в присутствии нашего Господа. Пусть им будет слава. Аминь. 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 Благоди. Аминь. Аминь. Благоди. Благоди. Аминь. Благоди. Продолжение следует...